Прежде чем мы начнем сегодня обзор Оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан Хочу оговориться, что в минувшее воскресенье Стрим у нас не состоялся исключительно по технической причине Ну так бывает иногда Видимо железо устало И вот как-то посыпались программы Отключились все захваты видео и прочее Но в общем не волнуйтесь, все нормально Это техническая проблема, которую мы обязательно устраним И возможно 31 декабря Как раз в последнее воскресенье уходящего года Мы финальный стрим открытой политики и проведем Не забывайте, что несмотря на то, что к нам неудержимо приближается Новый год Джингл Белсом и Дедушкой Морозом в санях Мы все еще все продолжаем работать И открытая политика тоже работает для вас Так что не забываем ставить лайки, писать комментарии Помогать каналу материально Мы существуем только потому, что вы хотите этого А помочь каналу можно через расчетный счет Который мы вам демонстрируем в каждом нашем видео И указываем под каждым нашим выпуском Оперативное совещание правительства Республики Башкортостан На этой неделе началось с довольно серьезным опозданием Хабиров ездил на очередные похороны командира Одного из башкирских батальонов Вернулся аж в половине третьего Но тем не менее совещание случилось Начали совещание с разговора О межведомственной комиссии по недропользованию Хабиров дал слово господину Абдрахманову Который теперь сменил на посту руководителя этой комиссии Азата-солдата Барданова Мы помним, как господин Барданов Изо всех сил носился по золотоносным районам Республики Башкортостан Как будто бы наводя там порядок Собственно, есть подозрение о том Что именно по результатам своей бурной деятельности В этой комиссии Азат Барданов и отъехал на Донбасс Заниматься там складским хозяйством Ну, есть такое предположение Потому что уж больно Он там был резв среди этих золотодобытчиков И как-то вот так вот резко туда съехал Теперь эту межведомственную комиссию Возглавляет господин Абдрахманов Надо отметить, что сама по себе комиссия Это, конечно, такое творчество Хабирова Очередная попытка возглавить и взять под контроль Какую-то там, значит, сферу деятельности в республике Никогда таких комиссий не было Да и собственные нужды никакой не было Российское законодательство вполне себе Понятным образом регулирует Выдачу лицензии и добычу полезных ископаемых Местным властям и профильным ведомствам Остается эффективно контролировать этот процесс Ну, вот что-то не получается Как говорил один из моих бывших начальников Начинаем создавать сущности Вот к такой сущности я отношу Вот эту межведомственную комиссию Ну, так или иначе, господин Абдрахманов Взялся доложить, каковы же его успехи в этой сфере На минувшей неделе он съездил в Училинский район В том числе он был в деревне Темясово Откуда мне сообщали с тревогой о его прибытии И, значит, осмотрел он, как там дела идут в Училинском районе С добычей золота Почему-то только золото интересует и Барданова, и Абдрахманова В части добычи полезных ископаемых Тем самым они формируют ложное представление о том Что в недрах республики Башкортостан есть только золото Ну, вот их интересует только желтый металл 50% добычи золота сконцентрировано в Училинском районе Имеется в виду добыча золота в республике Башкортостан Ну, естественно, к этому району очень большой интерес Азамат Абдрахманов, тот самый знаменитый шиханский матершинник Доложил о том, что в сфере добычи золота в Училинском районе Ужасный беспорядок Вот что Барданов, что Абдрахманов Приезжают, ужас-ужас какой-то беспорядок Надо наводить порядок Сейчас, как говорится, не жалея живота своего Наведем порядок и вот будем прямо добиваться-добиваться Ну, что ж такое Барданов наводил-наводил порядок, не получилось Абдрахманов теперь наводит порядок, не получилось Пять лет прошло, порядка не получается Но, так или иначе, по словам Абдрахманова Только 14% недропользователей в Училинском районе В полной мере исполняют законодательство Российской Федерации О добыче полезных ископаемых Но он, как и Барданов в свое время Готов решительно грудью стать На защиту интересов государства, природы И жителей родного Башкортостана Ну, вот в момент, когда он клялся В этой своей готовности Из кармана Абдрахманова выпало что-то очень тяжелое И грохнуло о пол Но звукорежиссеры трансляции Вовремя отключили звук И какое-то время Абдрахманов беззвучно шевелил губами Видимо, подбирая вот это тяжелое Выпавшее из кармана Ну, доподлинно мы этого не знаем В общем, что можно сказать про эту ситуацию ВОЗ и ныне там По крайней мере, по словам Абдрахманова Но очередной приближенный Хабирова А только очень близким людям Хабиров Может доверить контроль над золотом В республике очередной близкий Начинает, опять, контролировать и руководить Этой отраслью Ну, посмотрим, как быстро Азамат Абдрахманов По итогам своей работы с золотодобытчиками Отъедет куда-нибудь туда В сторону складов Донбасса Ну, не знаю, случится это с ним или не случится Но судя по судьбе Азата солдата Барданова Вполне даже возможно Радий Фаритович, выслушав Сумбурный доклад Абдрахманова Горячо поддержал родственника В битве за желтый металл И пообещал чуть что сразу же Жаловаться в полицию, если что, там найдется Какое безобразие или беззаконие Ну, в общем, будем наблюдать Суть по всему, что Абдрахманов, что Барданов Это суть одно и то же С разными нюансами и шириной лица Но при этом, как бы Наверное, результат-то будет Тем же самым То есть, вот это вот Буйное регулирование Дьявольского желтого металла Как правило, до добра не доводит На этом вступительная часть Оперативного совещания закончилась Но я отмечу, что Хабиров Тщательно умолчал об одном Значимом событии, которое с ним Приключилось на минувшей неделе Вообще, он так подробно всегда Останавливается на всяких там Выставках, событиях и прочих И прочих, и в этот раз умолчал А дело в том, что Премьер-министр Российской Федерации В конце прошлой недели Посетил стенд Республики Башкортостан На ВДНХ в Москве Но вот умолчал об этом событии Ради Фаридович По той самой причине, что Самого Хабирова К этому визиту не допустили Вот еще один знаковый момент То есть, ну это вообще Достаточно странно Когда премьер-министр страны Посещает вот подобные экспозиции Естественно, там должен присутствовать Губернатор, который лично его там Водит, показывает, объясняет Так вот, Хабирова на эту встречу Не пустили Прям технически не пустили Согласитесь, примечательный момент А вот куда еще Хабирова Не пустили в конце прошлой недели Я вам расскажу в ближайшую субботу Будет подробный об этом разговор Это очень-очень важный Очень интересный момент Это очередное звено в цепи Той изоляции, которая, судя по всему Происходит с нашим губернатором Со стороны федеральных властей Далее перешли к текущим вопросам И общей ситуации в республике Судя по всему Министерка жилищно-коммунального хозяйства Голованова Просто не рискнула явиться На вот эту оперативку После того, как Республика захлебнулась В коммунальных авариях И выставила на передний план Своего зама Юрия Палтусова Палтусов понял, что отступать ему некуда Ну и завел знакомую до слез Песню У нас всего 8 аварий Случилось за минувшую неделю Ну тех самых аварий Которые больше 8 часов Вот у них спасительный критерий Ну все вообще Ерунда По словам Палтусова Котельная в Сафарова Вовсе не взорвалась А взяла и, как он выразился Разрушилась Ну невзирая на то, что Котельная была надежно Укреплена изнутри Всевозможными паспортами готовности К отопительному сезону Тем не менее Палтусов признал, что в Уфе Кроме 8 крупных аварий Случилось еще 18 аварий поменьше Ну везде, везде По словам Палтусова Все уже отремонтировано Нигде ничего не протекает Везде есть отопление И так далее, и так далее Ну вот по крайней мере Таково заявление Заместителя министра Жилищно-коммунального хозяйства На оперативном совещании правительства Хабиров целиком и полностью Поддержал Палтусова То есть доклад его устроил Никаких вопросов К министерству жилищно-коммунального хозяйства У Хабирова нет Ну давайте так Хоть у нас и не состоялся стрим В минувшее воскресенье Я позволю себе Зачитать коротенький список Тех аварий, которые нам прислали К воскресенью Жители республики и Уфы Нина Трофимова Транспортная 28 Фронтовых бригад 3 Нет отопления Нурья Мавлиева пишет Регулярное отключение электричества В деревне Юматова Регулярное и долговременное Уфа Улица Борисоглебская 17-1 Левое крыло общежития С 1 по 5 этаж Нет отопления Пишет Аниса Акзигитова Извините, если переврал фамилии Флорида Галимзянова Лицей номер 58 в Уфе Сидит без отопления И так далее И так далее Бесчисленное количество Вот этих вот аварий Но у Палтусова все в порядке Тут уже в пору заводить Какое-то, не знаю Альтернативные какие-то каналы Что ли Сбора этой информации Потому что у Палтусова все в порядке А Прочаковская банит все сообщения В аккаунтах Хабирова Не дай бог кто-нибудь напишет Что у нас нет отопления Или там батарея холодная Или прорвало трубу То есть они создают параллельную реальность Ну вот Юрий Палтус в этот раз Тоже принял участие В создании вот этой параллельной Виртуальной реальности В которой минимум аварий Все прекрасно Нигде ничего не течет И подвалов полных кипятка Тоже в Уфе нет Далее по оперативной обстановке Выступил Александр Владимирович Калибанов Который сообщил Что ДТП На минувшей неделе случилось всего 39 Пострадало 40 человек Погибло 4 Общее количество ДТП В республике Башкортостан На данный момент Превышает количество ДТП Случившихся за тот же период Предыдущего года А вот погибших на 26 меньше Ну действительно Калибанов претендует На премию Арифметика года Как он смог Вот это все Сделать Что у него ДТП Больше А жертв меньше До сих пор Непонятно Конечно же Калибанов Не успел И не стал сообщать Хабирову Печальную новость О том Что в аварию Попал школьный автобус Ну зачем беспокоить Ради Фаритовича Когда есть такая Более или менее Ничего себе Сходная Сносная Арифметика По ДТП Очень интересно Будет в конце года Мне соотнести Статистику Калибанова И официальную статистику ГИБДД На федеральном уровне Вот и посмотрим Как у Калибанова Получилось посчитать Этих погибших Пострадавших И количество ДТП В жанре оперативного совещания Уже появляются Свои законы Свои правила И вот одним из правил Является Если совсем не о чем говорить То выпускайте На сцену Авзалова От чего-то Все еще гуляющий На свободе Подсудимый Министр Авзалов В этот раз Сделал Чрезвычайно бодрый Доклад о том Как процветает Под его чутким руководством Школьный туризм В республике Башкортостан Доклад Рустем Ахамед Каримович Делал почему-то На скверном Башкирском языке Зачем он избрал Эту форму Я так и не понял То есть Функционально В этом необходимости Никакой не было Но Тараторил Авзалов По-башкирски Говорил он Исключительно о том Что тысячи и тысячи Счастливых ребятишек Башкортостана Увидели наконец-то Павловскую ГЭС Развалины Воскресенского завода И памятник генералу Шаймуратову Авзалов тщательно Умалчивал О суммах Субсидий Субсидий И дотации И вообще Финансирования Которые он Освоил Из бюджета Вот На Ниве Школьного Туризма Также он Детально не сообщил Какова роль была 21 туроператора Который Вместе с ним Осваивал Эти немалые Бюджеты Но тем не менее Авзалов заявил Что Все бюджеты Освоены Все прекрасно И почти 50 тысяч Счастливых школьников Съездили на экскурсии В этом году Яркой Иллюстрацией Уровня И качества Школьного Туризма Буквально В это же Мгновение Когда Обзалов Произносил Свой доклад Стала авария Школьного Автобуса В Уфимском Районе Значит 26 детей Ехали Именно на ту самую Экскурсию По программе Школьного Туризма И Лоб в лоб Автобус Встретился С Камазом Вот такой Уровень безопасности Обеспечивается Во время Вот этих Школьных Экскурсий Дети Ехали На карамельную Фабрику И вот Когда это Случилось Естественно Все это Стало Обсуждаться В сетях И пишут Родители И мне В том числе Так вот Выяснились Интересные Подробности Что такое Карамельная Фабрика На которую Свозили Несколько Десятков Тысяч Детей Из Башкортостана Это Обычный Коттедж Сдаваемый В аренду Или Под аренду И В этом Коттедже Установлено Нехитрое Оборудование Для Домашнего Приготовления Карамели Куда Свозят Детишек Показать Как это Делается Вот Собственно Вся Карамельная Фабрика Тысяча Шестьсот Рублей С Человеком Стоит Такая Экскурсия Ну По крайней Мере Так Мне Рассказали Родители Детей Которые Уже Съездили На эту Экскурсию Согласитесь Замечательный Бизнес Ставишь Две Кастрюли На газ Насыпаешь Туда Немножко Сахарку Подливаешь Водички Красителя И вот Вам Карамель Разных Цветов И детишки За тысячу Шестьсот Рублей С головы Приезжают Посмотреть На это Чудо На кухне Вот Примерно Такой Туризм И вот Примерно Такой Уровень Безопасности Этого Туризма Обеспечивает Господин Авзалов И очень Этим гордиться Напомню Это мероприятие Еще и датируется Государством То есть Там есть Чем Как говорится Поживиться В общем Интересная Вечь Но в последнее Время Любое Появление Рустема Ахмедкаримовича Авзалова На экране Вызывает Только один Вопрос Почему Он до сих Пор не сидит Ну вот Следствие Которое Вернее Суд Который Идет Над Авзаловым И Жульковым В далеком Сибае Никак не Освещаются Башкирскими СМИ У нас Нет Никаких Новостей О том Как же Там Идут Дела И не Равен Час Оба Этих Чудо-богатыря Башкирской Бюрократии Окажутся Совершенными Невиновниками Напомню Им Вменяется Довольно Тяжелая Статья Уголовного Кодекса В общем Поживем Увидим Но видимо У Радио Фаритовича Был тот же Самый Вопрос Но он Естественно Не задал Вслух А других Вопросов У него Кавзалова Не возникло Завершили Оперативное Совещание Докладом О переводе Транспорта Башкортостана На газомоторное Топливо И строительстве Инфраструктуры Зарядок Для электромобилей Доклады Делали Колебанов И Шильдяев Министр Транспорта И министр Экономики Энергетики И прочих Там Блак Цивилизации Клебанов Зачитал Доклад О том Что у него Почти ничего Не получилось По части Перевода На газ Существенного Количества Транспортных Средств Башкортостане Из почти Двух Миллионов Транспортных Средств В республике Только Двадцать Тысяч Этих Средств Транспорта Передвигаются На газе Самому Клебанову Удалось Сагитировать Только Четыре Тысячи Автомобилей Грузовиков И автобусов Причем Процент Грузовиков И автобусов Достаточно Низкий В основном Это частные Автомобили При том Я все-таки Предполагаю Что даже Из этих Четырех Тысяч В общем-то Абсолютное Большинство Перевелись На этот Газ Сами Без Участия Господина Клебанова Очень Смешно Прозвучали Данные По Муниципальному Транспорту Согласно Докладу Клебанова У муниципалитетов На данный Момент Есть Четыре Тысячи Пятьсот Восемнадцать Единиц Транспорта И вообще техники Любой Самодвижущейся Из них Только Девяносто Семь Единиц То есть Два Процента Ездит На газу И еще Четыре Процента Сто семьдесят Семьдесят Единиц Теоретически Можно газифицировать Но Сами Муниципалитеты Категорически Против Этой Процедуры Не помогают Ни семинары Которые Хороводят Клебанов Ни всевозможные Уговоры Не хотят Они переходить На этот Газ Мы уже Говорили о том Что газовое Оборудование Это достаточно Сомнительное Решение Для Двигателя Внутреннего Сгорания Ни один Серьезный Производитель В мире Не ставит Газовое Оборудование На заводе Изначально Почти все Производители Двигателей Снимают Свою гарантию Если на Двигатель Установлено Газовое Оборудование Ну и так далее И так далее Вот эти В республике Башкортостан По крайней мере Столько Поставлено На учет ГИБДД Троллейбусы Здесь не в счет Согласитесь Для 4-х миллионной Республики Это маловато Но Шельдяев Ждет Колоссального Увеличения Численности Этих Электромобилей И готовится К строительству 70 зарядных Станций В дополнение К 55 Существующим Отдельно Надо отметить Что из 55 Станций Для зарядки Электромобилей В Башкирии 37 Это станция Устаревшего Образца По сути Являющаяся Обыкновенной Розеткой На 220 Вольт А теперь Самое смешное Точно Такой же Доклад О газификации Транспорта Делал Господин Колебанов И читал Его Хабирову 39 дней Назад 7 ноября Если не верите Проверьте Я вот проверил Свои записи Свои Конспекты Да действительно 39 дней Назад Колебанов Рассказал То же самое Ну почти То же самое Правда Тогда звучала Совсем Другая Удручающая Цифра В этот раз Он рассказал О том Что он героически Газифицировал 4000 единиц Техники А тогда Прозвучала Цифра 2875 Ну 7 ноября Хабиров Выслушав Доклад Колебанова Кисло Сообщил Что он Хотел Услышать Немного Другие Цифры Ну вот Как говорится И услышал Хотя Конечно Увы Не больно И получилось Действительно Газификация Транспорта В Башкирии Провалена Ну По крайней мере Вот это Соотношение Газифицированного Негазифицированного Транспорта Однозначно Нам об этом Говорит Причины Этих Вот этого Провала Их конечно Нужно исследовать И они вовсе Не только В неумении Клебанова Заниматься Серьезными Вопросами Всеми Кроме Частного Бизнеса И Такси Но еще И другими Вопросами Но К сожалению Тех Кто в состоянии Оценить И осмыслить Причины Провалов В Башкирском Правительстве Немного Редактор субтитров Корректор А.Егорова